Ой, блядь Погнали В общем, в чем суть? Давайте я сейчас в краткости опишу Заказал посылочку с замечательнейшего сайта Юкс Все его рекомендовали, все советовали В общем, шла она, чтобы не соврать, декабрь, январь Да, получается, шла она ровно 2 месяца Но дело даже не в том, что она шла 2 месяца Дело в том, что я уверен, что на 80% наверное, что внутри не то, что я заказывал В общем, давайте я сейчас ее сразу при вас распакую И дальше уже будем судить, то не то, хороший сайт, плохой сайт Я, наверное, сразу запишу крупным планом Потому что если мне вдруг это потом придется отправлять в Юкс Что они мне прислали не то, чтобы все было честно Собственно, так Доставка была ЕМС, если не ошибаюсь, она стоила 700 рублей Хотя, может быть, она была и бесплатная Но, впрочем, мне суть так важна, когда посылка идет 2 месяца Так, Никиты Пачиной, да, вот у нас здесь 3 айтема, которые я заказывал Почта России, замечательно Так, главное сейчас показать, что она все еще закрыта Нигде скотч не нарушен, здесь все закрыто, проклеено Все проклеено, все хорошо И да, еще по поводу того, в каком состоянии она пришла Здесь дырка Ну, в целом, конечно, не так ужасно Здесь какая-то вмятина, это вообще как будто ногой просто пиздано хорошенько Но, да, все Приступим, собственно, к самому отбоксеру Одной рукой это делать сложно Тяжелая профессия Оп, оп Собственно, открываем коробку Коробка у них собственная, брендированная How was your experience? Типа, как вам понравилось наше обслуживание Предлагают какие-то отзывы оставить Так, здесь, значит, я так понимаю, бумажки для возврата Прикольно, да, я думал, внутри она будет хуже гораздо упакована Но нет, смотрите, здесь у нас есть собственная бумажка Скотчик приятный, черный, матовый Ну, мне нравятся все такие детали Конечно, может, это и глупо кажется Но мне это реально доставляет Так Так, так, так И смотрим, значит, что у нас внутри Посмотрим, что это такое Гортекс, значит, картинка, да Так, все выглядит пока впечатляюще очень даже И достаем крутец И, в общем-то, понимаем, что пришло совсем не то, что я заказывал В общем, для самого сайта, для поддержки Юкс Я снял видос, потому что мне пришла не та вещь Но теперь давайте я вам расскажу обо всем по порядку Заказ был сделан мною еще 27 ноября Получается, да, ровно два месяца назад Сегодня у нас 29-е, даже чуть больше, чем за месяц Все скрины покупки я обязательно прикрепляю В общем, что я хотел получить Я хотел получить замечательный жакет Под названием The North Face Tri-Climate Mountain Balder Jacket Ну да, это и есть его название Если я нигде не ошибся В общем, я много раз про него везде говорил И в обзорах на куртки, и на стримах Я постоянно говорил, что он мне очень нравится И вот на этом замечательном сайте Юкс Он висел по очень хорошей цене Тогда были скидки В общем, очень странно, что было сразу несколько объявлений Одного и того же предмета То есть, жакеты, которые я хотел заказать Причем все были с разными ценами Конечно же, я заказал самый дешевый И в итоге я получил абсолютно другую куртку Собственно, вот куртка Также в заказе присутствовал утеплитель Потому что, ну как бы тот жакет, который должен был быть Он идет изначально с жилетом Но я подумал, на зиму все-таки у нас там сейчас за окном Минус 10 Нужен был утеплитель, но утеплитель, я думаю, они положили то, что нужно Хотя, в принципе, уже не важно И мама просила еще заказать для нее вот свитер Michael Kors Но тоже не суть важна То, что они прислали мне не то, что я хотел Это, я думаю, уже всем понятно Теперь давайте конкретно уже про сайт Юкс Про то, как происходило у меня с ними общение А с Саппортом у меня там просто огромная переписка Длиною в два месяца как раз В общем, 27 ноября был сделан заказ Были какие-то скидки, я не помню, к чему они были приурочены В заказе было три товара, то есть куртка, утеплитель, к ней свитер Именно поэтому сбор самого заказа длился так долго Да, кстати, если вдруг кто не знает То Юкс это не магазин То есть у них нет одного общего склада, где охранятся все вещи Юкс это просто агрегатор сотни разных магазинов по всему миру Именно поэтому у них такой просто нереально огромный ассортимент Я, ну, на самом деле нигде не видел такой большой выборки брендов Собственно, именно поэтому, когда вы делаете заказ из нескольких разных вещей То им приходится их собирать из разного магазина И, соответственно, это тоже занимает время Конкретно в моем случае сбор заказа То есть время, которое прошло от оплаты до того, как мой заказ выставили Сейчас, кстати, вам точно скажу, сколько оно заняло Да, собственно, 27 ноября Вот, здравствуй, Никита, благодарим вас за то, что вы сделали покупки Спасибо большое И вот, получается, только 14 декабря То есть спустя практически 3 недели То есть 3 недели они просто только собирали этот заказ Куртку, утеплитель, опять же, повторюсь, и свитер То есть только 14 декабря мне его выслали Да, сейчас немного прервусь, чтобы, опять же, уточнить, как работает сайт Юкс То есть большинство объявлений это просто фотографии И максимум, какую вы информацию можете посмотреть конкретно на сайте Юкс Про продукт, который вы хотите купить Это, если повезет, артику То есть в моем случае это было, по-моему, 2 или даже, скорее всего, 1 фотография куртки Сейчас вы видите фото, которые, куртки, которые я хотел купить Ну и вот, давай сейчас покажу, чтобы вы понимали Она, в принципе, похожа, да Возможно, именно поэтому их так и путают Но вот сразу по карманам То есть на скрине, который прикрепляет карман такой А на куртке он совсем другой Ну и, собственно, здесь нет неутеплителя Она гораздо короче, чем тот жакет Но мы сейчас обсуждаем конкретно работы с сайта Юкс То есть это просто агрегатор, где он вешает картинки Никакого описания, ничего больше Вроде состав еще можно там 50% нейлона и так далее И, соответственно, условно ты заказываешь вслепую Да, кстати, если вы задаетесь вопросом Откуда я знал, что там будет не то, что я хотел Все очень просто Потому что мой знакомый заказал точно этот же товар По такой же ссылке Только он заказал его не с чем-то другим А просто вот одну куртку И она ему пришла в течение буквально, наверное, двух недель То есть через две недели Она уже была в Питере Он распаковал, посмотрел Понял, что это не то И, соответственно, я был уверен, что точно такая же ситуация Произойдет со мной Что и случилось Кстати, его заказ, по-моему, доставили ему даже раньше Чем просто выслали мою куртку из Италии То есть где-то там до 14 декабря Я уже получил эту информацию Естественно, сразу же связался с саппортом Я хотел, ну, отменить заказ Если его еще даже не выслали То, собственно, в чем проблема Отменил бы заказ и попробовал заказать Как я уже говорил Там было несколько объявлений этих курток И какой-нибудь, ну, точно должно, наверное, было быть настоящим Но я обратился в их замечательную службу поддержки Поддержку у них, кстати, надо отметить Во-первых, на русском языке То есть я им написал на английском Они мне ответили на русском И, во-вторых, они довольно быстро отвечают Ну, хотя, когда им это нужно То есть когда-то они реально отвечают за несколько часов Когда-то за несколько дней В общем, я к ним обратился с просьбой Отменить заказ Сказалось бы, что там такого Но у сайта Юкс замечательная политика Такая, что если ты уже оплатил товар То отменить ты можешь его только, когда он уже придет То есть ты платишь за отправку до них обратно Это условно, там еще несколько тысяч И там еще, наверное, через несколько месяцев Тебе возвращают деньги На самом деле, это меня реально удивило Потому что, наверное, это первый магазин В котором невозможно отменить заказ Ну, окей, ладно, я подумал, раз выставили И то хорошо Вдруг, может, как-нибудь мне придет то, что я хотел Выставили заказ 14 декабря И просто полтора месяца затишье И все, что я знал о моем заказе Это единственная срочка Что он принят в обработку То есть сайт Юкс просто заморозили Ну, приличную сумму денег Считайте на два месяца Потому что мне все равно сейчас придется возвращать его обратно И это займет, я думаю, ну, точно несколько недель Но поскольку я, конечно же, не впервые заказываю вещи онлайн И не впервые связываюсь с какими-либо почтовыми службами То неделю, наверное, я где-то ждал И думал, что все будет окей Через неделю, опять же, обратился в замечательный саппорт Я думаю, что тот сотрудник, с которым я общался Он меня уже запомнил Собственно, я ему написал Не могли бы они уточнить, что происходит с моим заказом Потому что уже неделю не меняется трекинг статус Они писали, что да, чувак, все окей Сейчас зимние праздники И российская таможня просто не справляется И получается, да, из-за того, что они так долго паковали Собирали этот заказ То моя посылка попала именно в тот пик почтовой активности Когда все отправляют подарки к Новому году К Рождеству И почты реально сходят с ума И, конечно же, почта России Она просто не в силах все это обработать Ну, в общем, и все в таком духе Обратился я, собственно, в саппорт По этому вопросу числа, наверное, 20-го Ну и, собственно, потом уже были новогодние праздники Я улетел кататься И где-то числа до 10-го января Я забыл про это как про страшный сон Ну, в общем, реально рофл Я даже, ну, мне реально было легче об этом не думать И, собственно, где-то в 10-х числах я возвращаюсь в Москву Вспоминаю про этот заказ Опять же, пришел замечательный саппорт Сотрудники меня там уже запомнили И, получается, вот здесь самое интересное начинается То есть спустя полтора месяца после того Ну, после того, как заказ был оплачен Они признают, что они его потеряли То есть тебе пишут саппорт, опять же Где посылка, хочу уточнить статус трекинг номера И они пишут Никита, к сожалению, заказ был утерян Тут я уже даже не знал, как реагировать Но на самом деле, знаете, я даже немного обрадовался Потому что я подумал, раз они его потеряли То они сразу вернут мне деньги Мне не придется тратить время на отправку его обратно На всю вот эту, опять же, тягомотину саппортом И они пишут, что нам потребуется 8-14 рабочих дней Для розыска посылки И затем мы с вами свяжемся Я честно прождал все 14 рабочих дней Ни разу им не писал Но, конечно же, через 14 дней со мной никто не связался Никто мне ничего не написал Ну и я решил, опять же, проявить инициативу со своей стороны И обратился в саппорт На что ответа не последовало Два-три дня они, наверное, молчали И потом я уже случайно захожу в трекинговое приложение Смотрю какие-то другие посылки И вижу, что заказ, точнее, статус этого заказа сдвинулся И посылка уже в Москве Она прошла таможню и она во Внуково И где-то через день со мной связывается саппорт Опять же, замечательный саппорт Юкс Пишет, что посылка найдена Никита, поздравляем Ну, эта новость меня просто добила Потому что я, честно, вот Всей душой надеялся, что она просто потеряется где-нибудь на таможне Я даже не буду ее распаковывать Не буду тратить время на, опять же, посылку-пересылку туда-сюда обратно Просто получу деньги обратно Но, к сожалению, игра с Юксом продолжилась Посылка была найдена И уверенно двигалась, в общем-то, в моем направлении День X настал 29 января Больше, чем 2 месяца с дня оплаты И звоночек в дверь от курьера Получаю вот эту замечательную коробку И получаю не то, что мне было нужно В общем, теперь доставка Юкса официально самая охуеванная доставка По крайней мере, из тех, с которыми я связывался Ни Репендип, ни даже тот же самый анти-сошел-сошел-клаб Они все просто сосут По сравнению с тем, что предлагает сайт Юкс своим клиентам, своим пользователям То есть, сначала ты 14 дней ждешь, пока тебе соберут заказ Потом ты месяц ждешь, пока у него изменится Хоть как-нибудь статус, он хоть куда-нибудь сдвинется В этот момент ты понимаешь, что тебе идет не то, что тебе нужно И ты уже никак не можешь это отменить Потом заказ теряют И через 2 месяца получаешь результат Да, еще, кстати, один интересный момент Когда я выложил в Instagram Stories пост о том, что заказ был утерян Мне несколько человек ответили в диле, что у них были похожие проблемы Что их вещи теряли Что потом они приходили полностью раздолбанные, обшарпанные Что приходит не то В общем, реально очень много проблем с сайтом Юкс На самом деле, до того, как я сам непосредственно с него не заказал Я думал, что, ну, обычный интернет-магазин И, собственно, классные цены И все очень круто Но, на самом деле, очень плохой экспириенс Никому не советую оттуда заказывать Несколько раз подумайте, стоит ли идти на этот риск Но сама по себе куртка Это North Face Red Label То есть, это линейка их максимально крутых, максимально технологичных курток Так что, что уж, зря посылочка-то теряется Давайте собираем по-классике 3000 лайков Сделаем обзор Причем там подклад, он еще интересно стакает со всем этим В общем, ребят, 3000 лайков Делаем крутой обзорчик Ну, а я, на самом деле, в очень смешанных чувствах Вроде бы она и классная Но вроде бы это не то, что мне было нужно Очень сильно задумайтесь перед тем, как заказывать с Юкс Пожалуйста Это главный посыл этого видео Если есть возможность, никогда вам не заказывайте Берите в другом магазине С вами был Никита Пасечный Магазин Юкс Ну, 3000 лайков Обзорчик Куртка, в принципе, прикольная Просто короткая В общем, все Закрываем эту тему Всем пока Я пошел думать Что с ней делать Ну, не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому